Это видео сняли сотрудники Акимата во время противопаводкового субботника в старом городе. Порядка 300 человек из числа военнослужащих и курсантов учебного центра МВД прочищает водоотводной канал протяженностью полтора километра. Для города это историческое событие, так как этот орык был давно заброшен и не приводился в порядок уже более 40 лет. Военные курсанты перекидывают снег, вырубают лед и спиливают сухостой. Работа по приготовлению водоотводного канала к возможным поводкам не осталась незамеченной местными жителями. Одни этому событию рады, другие сомневаются в качестве проведенных очистных работ. Надо еще лучше сам орык почистить, а не чистить деревья. Деревья никогда в жизни никому не мешал. Также жильцов частного сектора не устраивает, что копившийся годами бытовой мусор из орыка убрали не полностью. Такое отношение жителей шокировало Акима Тимиртау. По словам Галыма Ашимова, весь мусор водоотводной канал складировали сами жильцы района и требовать от властей его вывести как минимум неправильно. То, что жители говорят, что не убрали мусор, это мусор жителей. И я туда направил местную полицию, чтобы они с ней поработали. У каждого своя территория и свой мусор, каждый владельец территории должен вывести на мусоросвалку, куда положено. А не валить его на улице, чтобы завтра за ним не ходил Акимат и убирал. Понимаете? Поэтому это неправильный подход. Конечно, мы там еще будем продолжать работать. Мусор этот надо будет убирать. И мы найдем, кто его вываливал, честно говоря. Сейчас все основные работы по восстановлению орыка в старом городе завершены. С наступлением тепла чиновники обещают работу продолжить, чтобы окончательно привести канал в порядок. Но и жителям стоит помнить, что следить за орыком прежде всего нужно самим и не превращать его в свалку. Искандер Байкенов, Владимир Пороховой, Новости Тимиртау.